всем привет и сами сергей чураков и в этом видео я буду ну хочу показать как воспользоваться связью что позвонить в сша неограниченное количество за очень дешево значит открываю этот эмулятор можно другой способ использовать запускаю android спустился значит включаем magic джек значит magic надо будет залогиниться и чтобы звонить бесплатно раньше можно было бесплатно вообще звонить без оплаты но в июне в середине июня 2016 года они сказали надо сделать покупку и апгрейд то есть лучше с апгрейд сейчас я буду делать свернуть и смотрите то есть здесь пишем на это написано то есть unlimited calls to the u.s. канада то есть неограниченные звонки в сша и канаду как раз мне нужно позвонить в сша и канаду то есть я нажимаю вот так здесь 64409 что за звук непонятно итак я продолжаю здесь я это стоит 64409 доллар рублей в год нажимаю продолжить здесь способ оплаты добавить пайпал адрес электронной почты пароль пойти нажмите подписаться вы принимаете условия используя google play а ладно попробую use phone number with enhanced dealing and texting 1e magic upscore calling messaging так PayPal пароль google так пароль google ага пароль и пароль гугли от этой почты ага это как у меня пароль так ввел пароли от почты подтвердить Платеж выполнен, подтверждать пароль при каждой покупке. При покупке любого цифрового контента, в том числе приложения, мы можем никогда не запрашивать пароль. Обратите внимание, что при покупке любого приложения, предназначенный английский малыш 12 лет, идентификация обязательна. Утверждать пароль при каждой покупке. Да, утверждать. Ага, вот. Вот. Welcome. Let's get your number set up. Get your use for number. Так. Ой, это что такое? Мне надо это сделать. Так. Area code. Префикс. State. Так, подождите. Welcome. Let's get your numbers set up. Возьмите ваш, ну, номер ваш, ну, короче, установка вашего номера сделайте. Выберите штат, код и префикс для номера. Так, хорошо. Что мне такого выбрать? А, это значит выбрать штат. Ну, Нью-Йорк. Ну, пусть будет Нью-Йорк. Ария-код. Какой-то Ария-код. Ария-код. Так, а если я выберу, допустим. Верланд. Висконт. Нью-Йорк. Меня джерсты. Соседь. Валитана. Миннесота. Пусть будет Миннесота. Миннесота. 612. Шуточка, Соседь. То есть я выберу как раз штат Миннесота, это по аналогии как в Аксесс-маркетинге, а вот это что? Префикс. То есть какой мне префикс выбрать? Интересно. Ну пусть будет такой префикс. И нажимаю ОК. Ой. Так. Логин. Тэм бутон был. То старт. Моркинг. Фонкалс. Континем. Вау. Теперь у меня новый номер телефона есть. Надо записать. Так. Это интересно. Четвертая на конце ночи. Ну хорошо, ладно. А теперь я попробую позвонить. Так. Где-то там номер был. Вот он. 612. 97. Спасибо за звонкой Аксесс-маркетинг. Да. Для английского. Теперь работает. Крест 1. Крест 1. Крест 1. Для русского языка нажимайте 3. Нихону. Крест 1. Крест 1. Крест 1. Крест 1. Здравствуйте, Аксесс-маркетинг. Как я могу вам помочь? Здравствуйте. Да. Сергей Чураков звонит. Моя идея 122 924. А у меня... Сейчас, секундочку. 124, да? Да. Да. Как я могу вам помочь? А у меня много вопросов таких вот непонятных вообще. Что надо делать с этими играми? Потому что... Вот у меня люди, вот никто реально не понимает, за что мы оплачиваем вот эту сумму там 300-600 долларов, которую мы будем. То есть вот что люди будут иметь, вот это непонятно. В ступоре все. 300-600 долларов? О каких стумах вы говорите? А вот смотрите, вот есть, вот этот Gamesmart у нас появился, и есть активационный бизнес-пакет, которые будут 300-600 долларов стоить. Сейчас они пару дней еще идут со скидкой. А что, получается, если человек не приобрел пакет, он не будет зарабатывать, продавая Gamesmart? Человек будет зарабатывать, конечно же, да. Но данные пакеты, в частности, которые сейчас 300-600 долларов будут стоить, они относятся только Gamesmart. Они не влияют на всю комиссию от продажи, допустим, телефона, либо планшета и так далее. То есть, если, допустим, вы находитесь в структуре выше меня, да? Вы приобрели пакет, допустим, 300 долларов. То есть, если я приобрету пакет, допустим, VideoMeet, вы тоже получите комиссию от этого. Правильно, да? Ну да. И я очень слышу свое эхо. Можете, пожалуйста, потише сделать? А, сейчас я наушники одену. Минутку. А, так. Вот так сейчас слышно? Угу. Вот, отлично. Да, немного лучше. Ну, что я свое эхо слышу, и мне очень неприятно это. Да, смотрите, все эти пакеты, которые сейчас находятся на распродаже, относятся только GameSmart. Да. То есть, если в вашей структуре есть люди, которые приобрели пакеты GameSmart, то вы с них будете на ежемесячной основе получать по нашему компенсационному плану бонус. Ага. Если вы, допустим, не приобрели данный пакет, вот, 300 долларов, то те люди, которые приобрели помесячную оплату за GameSmart, чтобы получать Smart Coins и иметь нужное PSV себе, вы просто с их покупки не будете получать определенный бонус по плану компенсационному. Ага. Если ваша структура будет просто играть в игры и оплачивать 30-ти дневный пакет GameSmart, и у вас этого пакета в 300 долларов не будет, то комиссию с их покупки 30-ти дневной у вас не будет. А, вот так. Да. То есть, грубо говоря, все продукты, которые у нас имеются, телефоны, планшеты, наушники и так далее, и GameSmart, это две разные платформы. Да, я уже понял. Вы поняли, да? Нужно еще раз повторить? Или не нужно? Это понятно. То есть, у нас компания разношерстная, и получается вот это разное направление, если мы хотим продавать, то надо в разное направление, соответственно, активировать. Правильно. Верно. Ага. Так, ясно, ясно. Ой, так, хорошо. То есть, я приобретаю, допустим, а вот в чем разница? Вот есть пакет GameSmart поменьше, а есть в два раза больше. Разница только всего лишь одна, в зависимости от PSV-бонуса, который вы получите за продажу данного пакета, и за количество Smart Coins, которое вы получите на уже непосредственно на ваш аккаунт GameSmart. И в принципе... В принципе, никакой разницы, да? Смысл перебрать чуть-чуть. В принципе, разницы никакой. Все зависит от вас. Если вы действительно играете, и вам это нравится, то как бы стоит приобрести больше бонус, чтобы иметь больше этих GameSmart Coins. Если вам это особо не интересно, то только для получения комиссии и получения небольшого количества Smart Coins, то можно приобрести более дешевый пакет. Ага. Так, ладно. Хорошо. А насколько вот это все актуально, чтобы ценность вы знаете, очень много людей играет, и по тому, что под нашим продажам компаний, самым популярным пакетом является сейчас пакет в 300 долларов. Большие лидеры, соответственно, покупают большие пакеты, так как у них, в принципе, есть возможность. Но, грубо говоря, все подсели на данный GameSmart, много кто играет. Даже в офис у нас люди играют, и тестируют, и играют одновременно, и получают iRewards. То есть, неважно, есть у вас пакет или нет у этого пакета, вы в любом случае получаете iRewards, который в дальнейшем, как вы знаете, нужно будет обменять либо на iCash, либо на Amazon сертификаты. Да, ну я тоже попробовал поиграть, там Rewards начисляются. Я, например, нашел то, где они отображаются, там в статистике их видно. Ну, в статистике не в кабинете, а в статистике там, где обмен iRewards там находится. А в общей статистике они не отображаются, я заметил. А в общей статистике они отображаются, но немного с задержкой, то есть, если вы зайдете в ваш аккаунт обзор, у вас будет получать общий баланс iRewards ваших и GameSmart Coins. Ну да, что касается iRewards, отдельные, которые начисляются за игры, они идут в общий баланс, то есть, разделения пока нету, да. Но количество заработанное вы можете увидеть на аккаунте GameSmart. Ага, так, это я, да, заметил. Так, что еще, то есть, вроде как понятно, то есть, получается, если один аккаунт активировать, получается, на него будут идти как раз вот эти бонусы, если я буду продавать вот этот GameSmart. И я так понимаю, что вот это пока первые десяток, там сколько, полтора десятка, два десятка игр, они пока первые, и будут еще наполнения идти, другими играми. Да, вы знаете, конечно же, да, у нас сейчас непосредственно наняли людей, которые будут заниматься именно разработкой игр, которые будут только для GameSmart, и вот, допустим, только недавно вышла новая игра. Да, я и заметил. Ага. Да. Попробовали поиграть, в принципе, не понятно. Солар, да. Выйдет, будет постепенно, мы надеемся, что каждый месяц будет что-то выходить новое, то есть игры будут пополняться, и тем самым не будет скучно, и будет весело играть. Ясно. Так, хорошо. Так, что еще? Да, оно понятно, что очень много информации сразу же, и пакеты какие-то новые, и игры новые, и все новое, и многие участники вообще не понимают, что происходит, вообще, что можно делать, и GameSmart, и Echmark есть, и все есть. Ага. А как этим пользоваться? Но инструкции уже готовятся, и непосредственно обзоры на игры уже есть. Вот на последний Солар, Солар Драйв, вышло видео, как это вообще будет, что это из себя представляет, и как в это играть. То есть хотя бы наглядный пример уже есть. То есть такие же видео будут выходить с появлением новыми играми и так далее. Ага. Так, хорошо. Этот вопрос я понял. Если что, звоните. Есть еще вопросы? Так, вопросов пока нет. Ну, в общем, теперь буду звонить по мере поступления вопросов. Да, пожалуйста. Все информации, которая у меня есть, я, конечно же, вам расскажу, той, которой не будет не хватать, а узнаем у начальника. Да, да. Так что. Хорошо. Хорошо. Думаю, с этим проблем не будет. Хорошо, спасибо вам за звонок. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, да. Общаясь со своими друзьями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok